должность моя называется руководитель корпоративной отчетности визуализации данных ну или проще head of b мы всегда это говорим пишем режиме то есть отвечаю я за отдел который руководит развитием поддержки биоплатформ не с некоторых еще смежных сервисов которые мы реализуем наверное это неважно а вот мы внедряем развиваем поддерживаем биоплатформы и на них же зачастую реализуем какую-либо корпоративную отчетность вот у нас безусловно очень сильно развит компания self-service у нас зачастую есть отчеты очень сложные либо есть функции где self-service не разу и тогда соответственно отключается моя команда и эти отчеты реализуют до fmbi у нас был полноценно сформированный корпоративный ландшафт он состоял из трех инструментов и если говорить то есть задача которая решала решала внедрение fmbi это замена основной сервис платформы которая на прошлый момент времени являлась платформа табло собственно главное призвание findi это было заменить табло на текущий момент помимо findi в компании как legacy наследия есть sap business object он в основном выполняет функцию работы с источниками данных также и хранилищ и есть как скажем так интеграционное решение это суперсет а вот от остального всего мы избавились и основная у нас в принципе self-service платформа сейчас фонгей и том числе и не self-service она также сейчас работает как интерфресс платформа когда отчетность разрабатываем для всех очень много общался а вот период с разными компаниями на доверительных отношениях и выяснял о том как же у них происходит лицензирование как они решают проблему роста количества пользователей имея у себя основную платформу виде табло даже уже на тот момент лицензирование не по пользователям а по ядрам табло это был такой элемент архайки то есть выпросить либо выторговать данный вид лицензирования было невозможно когда лицензировался условно сервер а не количество именно их пользователей опять же количество там выторговать например конкурентной лицензии тоже было невозможно было в общем-то у них магнитон политика за каждого пользователя ты платишь и наверное это было одной из таких главных претензий к этому к этому инструменту масштабироваться было очень сложно потому что экономически обосновывать все это дело довольно затратно не всегда там условно какой-то комитет больших директоров понимает зачем прямо сейчас вам нужно еще 1000 пользователей закупить за такую маленькую сумму это такой наверное негативный момент в остальном нам конечно же табло тогда очень нравился мы считали действительно его возможно лучшим или одним из лучших инструментов и то что он там место в чате гарднер занимал заслуженно вот побудить нас собственно поменять платформу тоже сподвигла не самая не необычная история наступил когда дельникс когда западные вендоры покинули наш рынок не только биоинструментов но и других решений вот и мы начали тогда искать что то что может наш основной селф-сервис именно сначала селф-сервис платформа заменить чтобы она была с таким же не самым большим порогом входа чтобы она была понятная чтобы она могла реализовывать весь тот базовый функционал визуализации аналитики который был в табло мы тестировали тогда очень много решений я не помню я уже я сейчас могу немножко проверять тайна в цифрах но посмотрели наверно оценили практически весь рынок российских решений там порядка девяти десяти прям в контур из них поставили проводили пилотные кейсы и find be был в том числе из них причем find be изначально я много всем эту историю рассказываю что с моей точки зрения он был довольно таким аутсайдером потому что мне понравился его юай мне понравились его возможности но на был такой момент о том что внедрять еще одну иностранную платформу и жить ровно на той же бочке с порохом на которой мы жили до 22 года не хотелось всеми силами старались найти какую-то российскую платформу но к сожалению на тот момент времени на сейчас я уже не буду такого утверждать не проводил такого детального исследования как два года назад по self-service и порогу вхождения find be был просто наглого выше всех российских конкурентов поэтому наверное основном основными критериями которыми нам понравилось то что мы могли сохранить наше большое дата-дривен по сути сообщества в котором в компании очень много self-service разработчиков вот и мы смогли избавиться от такого тяжелого наследия табло как лицензирование потому что когда мы начинали играть новые конкурсы но и вести новые переговоры с поставщиками мы сразу поставили два условия при которых нам интересно будет разговаривать с ними это решение должно быть on premise никаких подписок никаких зависимостей и сразу мы всем вендорам говорили о том что нас интересует либо безлимитная лицензия либо в лучшем случае лицензирование паяны в данном случае вендор фонром с нами очень провел продуктивные переговоры и у нас есть на текущий момент все у нас полностью безлимитная лицензия мы независимы не от количества пользователей не от конкурентных сессий не от количества серверов и решение у нас on premise необычное то есть если вдруг завтра у нас что-то случится похоже на 22 год мы остаемся со своим решением у нас не будет практически никакого дедлайна да вдруг могут возникнуть какие-то сложности с обновлением но этим жить можно если нужно будет еще какая-то миграция мы их делаем неторопливо в комфортных условиях а может быть вообще делать не будем поэтому повторюсь еще раз улучшили свои условия на которых мы работали с точки зрения лицензирования и сохранили свою сервис культуру это наверное были основные движущие факторы если прямо совсем в детали не уходить и не смотреть наши скоринговые таблицы которые мы тогда разрабатывали когда оценивали каждое решение что касаемо плагинов и базовых ценностей наверное можно сказать что базовая функциональность нас устраивает конечно же есть хотелки которые мы хотим чтобы вендор нам реализовал мы постоянно их эскалируем постоянно вендору их направляем вот что касается плагинов плагин вещь интересная в архитектуре данного решения когда мы хотим дополнительную функциональность все таки мы стараемся вести переговоры с вендором чтобы эта функциональность была из коробки на это есть определенные причины такие причины как поддержка каких-то сторонних модулей их лицензирование не все плагины далеко бесплатные некоторые плагины например в маркете фан-би они реализованы сторонними разработчиками компании фан-руан поэтому стараемся вести переговоры чтобы все таки это было в коробке дополнительные плагины до используя и используем и как я уже сказал только те плагины которые фан-руан реализовал те плагины которые собственно может их поддерживать если говорить каких-то конкретных наверное самый первый плагин который мы внедрили это был плагин здесь была очень интересная история китайский вендор когда пришел в наш рынок он сказал нам интересную вещь о том что на китайском рынке но это их заявление я не проверял не очень распространено использование таких LDAB каталогов как Microsoft Active Directory ему эта система неизвестна в нашей же парадигме мира это одна из основных систем LDAB каталогов в которых у нас хранится очень много данных и которые мы очень любим регулировать доступ в систему поэтому в принципе даже когда мы заключали договор на покупку этой системы там отдельной строчкой было о том что вендор обязуется это реализовать и предоставить нам в полном функционале о том что мы сможем работать с LDAB каталогом с группами и что немаловажно также то что это будет плагин который будет поддерживать мульти-лдап подключаться к различным другим LDAB каталогом одновременно нам тоже крайне интересно несмотря на то что мы сейчас T2 Mobile являемся дочерней группой Ростелекова у нас тоже есть дочерние компании которые мы хотели бы иногда привлекать к использованию нашей аналитики поэтому у нас было два таких требования которые вендор реализовал отдельном плагине что еще мы используем плагин сейчас Open Platform это плагин взаимодействия по API с самой платформой а также обратный плагин это по API мы забираем какие-либо данные формируем их из них будут ответы на FIMB и не могу сказать что активно используем но сейчас тестируем и возможно подумаем о том какие сценарии может плагин закрыть это плагин Python который выполняет сценарий работы с данными посредством языка Python